Впервые в летописи Суздаль упоминается в 1024 году в связи с восстанием смерти. В середине 12 века на северо-востоке Руси формируется Ростово-Суздальское княжество, первым самостоятельным князем которого становится Юрий Долгорукий. Его не случайно прозвали Долгие руки, проживая на Суздальской земле, он основал 12 городов, в том числе город Москву. В начале 13 века сюда пришли монголы-татары, которые разорили, сожгли и разграбили город. В 15 веке Суздаль входит в состав Московской Руси. В начале 17 сюда пришли поляка-литовцы, которые в течение нескольких месяцев хозяйничали в городе и нанесли городу большой урон. А с конца 17 века и до сегодняшнего дня вражеская нога на Суздальскую землю не ступала. В 18 веке Суздаль крупный торгово-промышленный центр, а в селе 19-го была проложена на звук ворот налево. Московская и Нижегородская железная дорога, которая прошла в 30 местах от города Суздаля. В связи с этим экономический потенциал города упал, и он становится поставщиком сельхозпродукции ближайшей промышленной города Владимир и Иваново. Таким город дошел до 20-го столетия. И в 1967 году постановлением Совета Министров СССР было решено создать Суздаль и центр Турима. И сегодня Суздаль один из самых посещаемых городов-музеев в нашей стране. Посмотрите направо. Там протекает Суздальская речка Каменка, которая является архитектурной осью города. До 14 века Каменка была судоходной. По ней ходили на судах с плоским дном, плоскодонках, через систему рек Каменка, Нер, Клязьма, Ака, можно было попасть в Волгу. Важнейший торгово-экономический путь в Средневековую Европу. С правой стороны от нас, в пойме реки Каменки, расположился Суздальский Кремль. Мы там с вами будем, мы там будем заканчивать нашу экскурсию. Это самая древняя часть города, это ядро города, его детинец, где проживает эльцократическая верхушка, князья, высшее духовенство, воеводы со своею прислугою. Сохранились насыпные валы 11 века. И в центре Кремля возвышается белокаменный собор, украшенный синими куполами, золотыми звездами. Мы сюда, прямо Ильинская церковь стоит на пригорке, дала имя Лугу. Мы сейчас как раз сами едем на Ильинский Луг, чтобы царить панораму города. Ну а мы выехали на бывший гужевой тракт, очень бойкое место, где ехало много подвод, и поэтому здесь любили сидеться купцы. И вот тот самый дом купца Агапова впереди, с левой стороны, памятник гражданской архитектуры 18 века. Внизу у него была козница, сверху он проживал со своей семьей. Напротив церкви Бориса и Глеба, вот эти два обелиска, через которые мы проехали, стоят со времен царства Екатерины II. И город практически за свои переделы не вышел с того периода. А впереди, с правой стороны, мы видим мощные стены Спаса и Ефимия монастыря, которые представляют собой высокий образец военной архитектуры 17 века. Протяженность стен 1200 метров, в них строено 12 башен. Три ряда больниц пронизывают стены. Из верхних бойниц должны были стрелять из лука стрелами. Второй ряд бойницы Машикули, бойницы пристенного боя. Из них должны были лить расплавленную смолу на приближающихся противника. И по низу шли бойницы подошвенного боя. К ним должны были подкатывать пушки, из них стрелять ядрами мы налево. Но эти стены не выдержали ни одного боевого сражения, поскольку поставлены они были в конце 17 века. А с конца 17 века, как вы уже знаете, вражеская нога на Суздальскую землю не ступала. Посмотрите еще раз на панораму города, окуняйтесь в ее многовековую историю. Представьте Суздаль, период его наивысшего расцвета. Это 12-13 век. Столица Ростова Суздальского княжества. Аристократический центр, где процветает искусство, ремесла, иконопись, письменность, деревянное и белокаменное зодчество. Здесь зарождается наша российская государственность. Ростово-Суздальское княжество этого периода считается колыбелью русского языка. А с правой стороны от нас самый древний, сохранившийся в Суздале монастырей, Ризоположенский монастырь, основанный в 1207 году. В его стены встроена самая высокая колокольня в нашем городе. С 19 по 18 век Суздаль был центром епископии. Этим объясняется такое обилие храмов в нашем маленьком городе. А вот с 19 века железная дорога прошла в 30 верстах от города Суздале через Владимир. И до сих пор в Суздале нет железной дороги. Кстати, этим объясняется то, что Суздаль так сохранен. Если Бальзаминов здесь танцует свой свадебный танец. Вот эта торговая площадь, торговые ряды, это самое оживленное место в нашем городе. Стрессон сохранился здесь в рамках 19 века. И с 19 века основным занятием жителей становится огородничество. Вы уже знаете, что наши земли полудорода, наш сирозем. Историю города Суздале Анания Федоров в 18 веке писал. В Суздале по приятности земель и по доброте здешних земель, и по приятности воздуха всякого овоща родится преизобильно. А наипаче огурцов, действительно огурцы такая культура, которая очень требовательна к качеству почвы. И здесь они дают очень высокую рожайность, высочайшие вкусовые качества. Поэтому ежегодно в Суздале проводится международный фольктерный праздник «День огурца». А он бывает, как правило, в третью субботу июля. В этом году он в 14 раз уже проходил. Всегда на территорию музея Деревян Зочица. В гостей приезжало в этом году 14 тысяч, это больше населения города. И Суздаль нас в этом году где-то решит ваш вопрос. И вы едете в Покровский монастырь. А на посаде, конечно же, были свои пары церкви. Вот сейчас очень красиво, мы увидим с правой стороны. Василия Третьего. Остаток своей жизни она провела в этом монастыре. И прославленная как святая София Суздальская мощь находится в этом соборе. Одна из жены Ивана Грозного, Ивана Васильевича, похоронена под клетий собор. Под клетий собор находится в усыпании, где захоронены 30 женщин из стратического происхождения. Также в монастыре в этом монастыре были вдова Ивана, сын Ивана Грозного Ивана V, дочь Бориса Гудунова. Лазаревская летняя, Антипийская зимняя. Обратите внимание на шатер колокольни. Вогнутый шатер, так называемая Суздальская дудка. Изобретение суздальских зодчиков. А еще улицы посада были застроены трактирами, кабачками и чайными. И в базарные дни эти заведения гудели как ульи. А базары в Суздалье устраивались по субботам. Суздальские ярмарки по субботам собирали до 3000 человек. А главное осенние, в честь преподобной Фросини Суздальской, в начале октября. А мы доедем по типичной улице города Суздаля. С одноэтажными домами, с обязательными переусадебными участками, на которых много растет и того, что и древности. А культуру земледелия сюда принесли славяне. Они пришли в эти земли в 9-10 веках. Это период Киевской Руси. Здесь в это время, еще в первом тысячелетии то нашей эры, здесь, с тех времен, здесь проживали украфины. Предки венгров и финнов. Вот в Петрозаводске у нас тоже живут, тоже украфины. Украфины в Карелии. У нас много таких, как Мартва, это тоже украфин. На собой поворот направо. Так вот, украфины жили в полуземлянках, занимались охотным рыболовством, и отличались спокойным и миролюбивым характером. Поэтому, когда сюда пришли славяне, носители более высокой культуры, произошла как бы мирная колонизация славянами у графинов. И от слияния этих двух народностей сформировалась новая народность, русский народ. У графины, говорят, имели широкие скулы лица, зеленоватые глаза, русые волосы. Вот такие черта многие русские люди могут найти сегодня и у себя. У графины не имели письменности, поэтому язык их сегодня утрачен. Но только лишь ряд названий остался одних. Такие названия, как Суздаль, Москва, Угра, финского происхождения. Езжаем на главную улицу города Суздаль, протяженностью 3,5 километра. Она пересекает Суздаль с юга на север. И сформировалась эта улица в конце 18-го, в начале 19-го веков. В конце 18-го века, по указанию императрицы Екатерины II, был разработан план регулярной застройки 200 русских городов. Согласно этого плана, улицы должны были быть прямыми, а кварталы прямоугольными. И Суздаль вошел в число этих городов. К счастью, в нашем городе было выпрямлено только две улицы. Вот эта еще одна. В остальном Суздаль по-прежнему состоит из кривых улочек и переулков. То есть сохраняет свою древнюю планировку. А вот эта улица как раз застроена таким памятником гражданской архитектуры. Всего Суздаль начнется около 200 памятников гражданской архитектуры. Такой монастырь или Кремль обязательно ставили на берегу реки. Река служила источником воды, источником рыбы. Это вот источником... Да, она служила естественной водной преградой на случай нападения врагов. И реки в Средневековье служили дорогами. Летом плавали на лодках, а зимой скакали по льду на конях. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok